Я рад приветствовать вас на нашей передаче. Наша тема сегодня – одиночество. Поговорим об одиночестве, потому что все сталкиваются с этой проблемой. Мужчина вы или женщина, молоды или уже нет, холосты вы или состоите в браке, здоровы вы или больны, вы знаменитость или никому неизвестны, рано или поздно одиночество настигает нас всех. В этом нет ничего абсолютно негативного. Иногда нам нужно побыть в одиночестве, чтобы разобраться в себе. Но иногда одиночество может сильно повлиять на жизнь и состояние сердца, потому что есть одиночество и чувство одиночества. Мы можем чувствовать одиночество. И ощущение – это совершенно субъективное. Оно может отличаться от реального положения дел. Человек может видеть реальность, искаженной страданиями от одиночества и чувства покинутости. Думая об этой теме, я вспоминаю пророка Илью. В Третьей книге царств, в момент глубокого отчаяния и уныния, Илья жалуется Богу, что он остался один. Бог приходит с тактом и мудростью, чтобы ободрить его. Он говорит, что Илья не один, что есть еще семь тысяч других, оставшихся верными. Страдания и горечь одиночества могут полностью изменить наше восприятие реальности и превратить истину в ложь. Есть люди, для которых быть одному совершенно нормально. Мы можем быть одинокие среди толпы, и на вечеринке, и даже в паре. Я много слышу о людях, живущих в браке, но чувствующих сильное одиночество, потому что они мало или вообще не общаются. Нам нужно найти ключ к выходу из одиночества. Самое глубокое одиночество — это когда мы думаем, что нас никто не понимает. Но я хотел бы сказать, возможно, есть кто-то, кто хочет вас выслушать и понять, но не может этого сделать. Есть тот, кто вас любит, кто вас полностью понимает, кто знает ваши мысли, знает, что вы хотите сказать еще до того, как вы произнесете слово. Он знает число ваших дней и то, как вы устроены. В этом может быть причина вашего одиночества сейчас. Бог желает, чтобы вы обратились к Нему. Он хочет, чтобы вы искали помощи у Него. Он предлагает вам выход, а именно — возлюбить Господа. Он пришел с небес на землю, потому что вы для Него ценны и драгоценны. Он отдал свою жизнь из любви к вам, чтобы освободить вас, дать вам смысл жизни, наполнить пустоту вашим сердцем. В Его присутствии вы оправитесь от любых жизненных ситуаций и найдете силы и новую мотивацию двигаться дальше. Кто-то сказал, если вы чувствуете себя одиноким, проведите следующий эксперимент. Попробуйте не платить по счетам вовремя, и уже через несколько дней вас вспомнит много людей, и вы увидите, что вы не так одиноки, как думали. Я думал о людях, которые не очень вовлечены в жизнь церкви. Но вот у них случаются большие проблемы, и они тут же бегут звонить своему пастору. Но у этого пастора выходной, и слышно только автоответчик. Тогда люди вспоминают про еще одного пастора и звонят ему. Но он в пути и не отвечает. Так что же делать? Они обращаются к семье, но как по волшебству. Все испаряются. Никого не оказалось рядом, когда они нуждались в других людях. И тогда этих людей охватывает то самое чувство одиночества. Знаете, что даже самый лучший пастор, лучший психолог или терапевт не всегда могут помочь вам в том, в чем вы нуждаетесь. Просто доверьтесь Господу. Полагайте свое доверие в Боге. Он не просто присутствует в вашей жизни. Он сразу узнает, когда вы открываете свое сердце. Когда у вас появится желание быть с Ним, вот тогда Он обязательно почувствует и увидит, когда вы сконцентрируетесь только на Нем. Я вам гарантирую, что Бог ответит. Это Его Слово, а оно истина. Многие люди страдают от одиночества. Они пытаются сбежать от этого и бросаются в крайности. Уходят с головой в работу, проводят часы за компьютерными играми или в интернете. Они даже пытаются утопить свое горе. И одиночество в алкоголе или других страшных и пагубных зависимостях. Это не выход. Это катастрофа. А я хочу вдохновить вас не идти таким путем, а противостоять одиночеству спокойно. В Швейцарии есть такая служба, номер 143, куда можно позвонить круглосуточно. Вам ответят и прислушаются к вашим потребностям. Туда звонят люди, когда чувствуют себя ужасно одинокими, когда им кажется, что никто их не понимает и не слышит. Это служба, как протянутая рука помощи, ухо, внимательное к нуждам людей. Но, как я уже говорил ранее, у нас есть Бог, который вас понимает гораздо лучше. Он заслуживает доверия. Он совершенный Бог. Он никогда нас не оставит. Он понимает, через что вы проходите. Мы посмотрим еще 106-й Псалом. Это необычный текст. Тут с 4 стиха написано «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаевала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». Об этом тексте сказано, что народ странствовал в пустыне по безлюдным местам и не находил себе места. Одиночество, в том числе, это состояние, когда у человека нет своего места, нет того, с кем можно поделиться. Эти страдания из-за непонимания и неприятия и описаны в этом тексте. Отчаяние и одиночество. Но Бог сказал, что Он будет вести их, как добрый пастырь, в место, где они смогут найти мир и покой, где им будет комфортно, потому что будут на своем месте. Для всех нас есть свое место, потому что Бог определил его для нас. Он говорит, «Я дал тебе место для жизни, где тебе будет хорошо, я с тобою, я помещаю вокруг тебя людей, которые будут тебя ценить». Кто-то мне однажды сказал, «Я настолько никому не нужен, что если я умру, то никто не будет скучать». И это я считаю ужасным. А Бог говорит, «Я буду скучать». Ты ценен в моих глазах. Ты дорог мне. Ты уникален для меня. Я хочу, чтобы ты был счастлив. У тебя есть место в этом мире, потому что я создал его именно для тебя. Не уходите в одиночество, в котором ваша жизнь загнивает. Так вы разрушите ее. Не позволяйте горечи отравлять вашу душу. Помните, люди не всегда смогут прийти на помощь, но Бог всегда поможет там, где вы не справитесь. В 141-м псалме псалмист говорит о своем одиночестве. И вот что он пишет. «Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей». Но вот что я скажу вам. Бог думает о вас. Он любит вас. Я бы хотел повторить еще раз его слова, прежде чем мы закончим. «Воззовите ко мне в день скорби, и я отвечу». С этими словами я покидаю вас и оставляю вас в руках доброго пастыря, который всегда рядом с вами. Он слушает вас и хочет общаться с вами, и исцелить, и наполнить вашу душу и сердце, чего, повторюсь, люди сделать не могут. Да благословит вас Господь. Обратитесь к Нему сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok